Трагедия эпохального масштаба. Именно так итальянские власти описывают произошедшее в Гену и работы. Порощистки завалов продолжались здесь всю ночь и будут идти до тех пор, пока у спасателей есть хоть небольшая надежда найти пропавших без вести. Если, к несчастью, такие люди оказались под тоннами бетона в момент обрушения моста. Страшный счетчик жертв уже перевалил за 30. Цифры разнятся. По некоторым данным, погибших уже 35, в том числе ребенок. И прогнозы по нескольким десяткам раненых, которые находятся в больницах, неутешительны. Люди, которые падали с 50-метровой высоты, получили тяжелейшие травмы, ушибы, переломы. И состояние многих из них медики оценивают как критическое. Все произошло так, будто это фильм-катастрофа. В дымке непогоды рушатся пролеты моста и в пропасть срываются десятки машин, которые вместе с тоннами бетона накрывают строение на земле. Внизу река, железная дорога, промышленная зона, но главное – жилые дома. Я была в 10 метрах от моста, когда он рухнул. Просто чудо, что я осталась жива. Снова и снова я переживаю эту сцену, все еще вижу, как люди спускаются. У этого моста уже были проблемы. Сейчас местные жители наперебой говорят, что мост всегда был в плохом состоянии. Его давно нужно было закрыть на серьезную реконструкцию. А не латать дыры, как это делали даже накануне. В народе из-за постоянных ремонтных работ его даже называли «заболевшим мостом». А вот туристы из-за схожести с американской конструкцией дали ему название «Бруклинский». Его построили еще в 60-е годы. Длина – 1 километр 200 метров. По нему проходит часть общеевропейской магистрали Е-80. А в локальном масштабе – это дорога в местный аэропорт. И, конечно, для портовой Генуи – это стратегический грузовой путь, закрытие которого обернется серьезными экономическими проблемами. Я сотни раз проходил по этому мосту. Сегодня, как итальянский гражданин, я заявляю – я сделаю все, чтобы узнать именно ответственных, потому что неприемлемо умирать таким образом в нынешней Италии. Пока спасатели разбирают завалы, а медики борются за жизни раненых, правительственная комиссия изучает версии и ищет виновных. Очевидцы сообщали о молнии, которая ударила в мост перед обрушением. Но эксперты не склонны винить в трагедии проливные дожди, которые в эти дни накрыли север Италии, а склоняются к версии изношенности и обветшалости самой конструкции. По нашим данным, белорусов среди жертв этой трагедии нет. Тем не менее, белорусские дипломаты находятся в прямом контакте с оперативными службами. Информация о жертвах еще не окончательная. На два ближайших дня в Генуи объявлен траур. В городе приспущены национальные флаги, отменены торжества, закрыты увеселительные заведения. У правительства Италии сегодня на повестке дня анализ состояния всей дорожной сети республики. В разгар отпускного сезона этот вопрос уже выходит за пределы национальной трагедии и приобретает международный характер. Руслан Поддубский, Дмитрий Лац, Европейское бюро ОНТ, Генуи, Италия.